Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. На днях я участвовал в любительском турнире по бразильским шашкам. Но идеи, которые встретились у меня в партиях, применимы и к русским шашкам. Поэтому я хочу сегодня записать видео и показать вам эти интересные партии. Первую партию играл с неким фраером. Прикольный ник. СД-4, ДЦ-5, ДЦ-3. И отклоняемся от городской партии. И черные играют ЕД-6. Разыгран дебют старая партия. Естественно, атакуем слабый правый фланг черных. И черные играют ФГ-5 с идеей разменяться на поле Ф-4. Но здесь можно играть БА-5. Я разбирал этот дебют. Здесь очень много вариантов нашел гроссмейстер Владимир Вигман. Но я предпочитаю обычно закрываться ЖФ-4. Тогда черные меняются. Можно, в принципе, играть так. И бьют вперед. Вот этот размен поставил меня в тупик на некоторое время. Играли с контролем 1 минута на партию плюс 2 секунды на ход. Я здесь немножко подумал. То есть СД-2 играть бесполезно. Там не видно, как атаковать. Я нашел неожиданный ресурс. ФГ-3. То есть в чем идея? Играем АБ-2. Если черные, допустим, нападают, мы меняемся просто в центр. Ну, грозим поставить колл, поэтому черным приходится меняться назад. И играем БЦ-3. То есть в перспективе мы занимаем центр. Конечно, у нас есть отсталая шашка Х-2. Но у черных тоже есть отсталая шашка Х-8. Поэтому у белых здесь, конечно, преимущество. Соперник это увидел. И поэтому выжидает Ф-7. Я тоже выжидаю. Снова на Ж-4 будем меняться в центр. Поэтому соперник еще раз выжидают Б-7. Вот здесь надо было сыграть СД-2. В принципе, белые атакуют. Видите, построили колоночку и грозим сыграть Ф-Е-5. Но я здесь сыграл не точно. Уже не выдержал и напал. Ж-4. Здесь черные могли уравнять игру. То есть они выстроили колоночку. И в русских шашках, конечно, хочется сыграть Е-2. С небольшим преимуществом. Но в бразильские шашки этот ход ставит белых на грань поражения. То есть черные играют Е-6. И обратите внимание, что никогда нет хода СД-4. Из-за типичного удара в бразильских шашках. Д-Е-5. И согласно правилу бразильских шашек, мы обязаны бить большинство. То есть в русских шашках бей сколько хочешь. Одну, две, три. Как тебе нравится. А в бразильских надо бить большинство. Поэтому здесь белые проигрывают. То есть я это увидел в расчете. И пришлось сыграть СД-4. Черные меняются назад. И партия постепенно идет к ничейному завершению. СД-2. СД-6. Д-Ц-3. Черные напали. Разок. Немножко ослабили мне правый фланг. Ж-6. Занимаем центр. Здесь ничья есть после Д-Ц-5. После СБ-6. Оба хода ведут к ничей. Соперник играет СБ-6. Ну естественно ведем шашку Е-1 на поле Б-4. Играем Е-Д-2. Черные играют Д-Ц-5. Мы Д-Ц-3. И черные вынуждены меняться. Потому что мы грозили напасть. Тогда снова занимаем центр. И вот здесь соперник мог сделать более простую ничью. Я уже готовился к ходу СД-6. То есть здесь допустим после размена Д-Ц-5. Черные игра Д-Ц-7. И возникает известная позиция. То есть если бы ход черных был. Они проигрывали. Они бы сыграли ФГ-5. Мы бы разменялись назад. И оппозиция была в пользу белых. Но здесь ход белых. Поэтому это ничья. Из-за известного приема. Е-Д-4. ФГ-5. Надо выходить в центр. Черные играют Ж-Х-4. Ну и на ход СД-6 проще всего форсировать ничего таким образом. Х-Ж-5. И черные прорываются в дамки. То есть я к этому был готов. Но соперник в этой позиции сыграл Д-Е-7. Здесь я посчитал, что бесполезно играть АБ-4. Тогда Е-Д-6. И на ход Б-5 здесь все быстро заканчивается. Видите. Приходится меняться. Побили-побили. И черные успевают прорваться на моем ослабленном правом фланге. АБ-4 играть бесполезно. Поэтому я решил сменить вектор атаки. И сыграл ФЕ-5. Этот ход соперника поставил в тупик. У него уже видите осталось всего лишь 9 секунд. И он ошибся. Он сыграл Е-Д-6. Разменялся назад. И после хода АБ-4 допустил решающую ошибку. ФЕ-7. Я тут же фиксирую неудачное расположение черных шашек. Ну и на ход Е-6 просто играю Е-4. Здесь соперник сдался. Ничьей уже нет. То есть если пожертвовать шашку. Идти в дамки. Ну можно просто сыграть. А ФЖ-7. И черные не успевают пройти в дамки. Но друзья самое прикольное. Что в этой позиции у черных была ничья. Можете поставить видео на паузу. И попытаться ее найти. Очень неожиданный и поучительный прием. Черная игра от СБ-6. Белая игра от БА-5. Здесь конечно хочется сыграть ДЦ-5. Но это проигрыш. Бьем на С7. Затем ставим дамку на Б8. И после хода БА-3 здесь надо сделать сложнейший ход. ДЦ-5. Только он ведет к победе. Ходы дамкой ведут лишь к ничьей. Черные игра от СБ-2. И здесь надо найти еще один сложный ход. Деда-4. То есть в чем идея. Белые не дают поставить черным дамки из-за петли. И дамка черных гибнет. Поэтому приходится ставить дамку на С1. А здесь просто играем СБ-6. И ведем шашки в дамки. То есть видите. Контролируем и большую дорогу. И верхний двойник. То есть обе шашки проводятся в дамки. Затем строится боевая позиция. И белые постепенно побеждают. Кто не знает как строить боевую позицию. Подсказку оставлю в верхнем правом углу. Это выигрыш. Но все-таки ничья в этой позиции у черных была. Для этого надо было найти ход ДЕ-5. Присоска. Куда бить белым? Сюда бить бесполезно. Черные порывутся в дамки. А если побить сюда. То несмотря на лишнюю шашку. У белых выигрыша нет. Вот такой прикольный момент. Был в партии. Следующая партия также любительского уровня. В принципе GH4 и FG5. Дебют отказанная игра Петрова. Белые меняются. То есть инициатива полностью у черных. Развиваем свой сильный левый фланг. Белые также пытаются как-то колоночки построить. И вот здесь уходим на бортик. Б5. В чем идея этого хода? Сейчас поясню. На ход GF2 играем CB6. И на ход FG3 играем BC5. То есть русские шашки. Здесь еще возможен вот такой размен. На бортик. А бразильские черные уже обязаны меняться две. Вот таким образом. То есть мы выводим свою отсталую шашку. И небольшое преимущество у нас. Обратите внимание. Что нет хода GF4 из-за несложной комбинации. То есть ход CB4 практически единственный у белых. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти комбинацию за черным. Играем AB4. Затем CD4. Ну и как бы белые не побили. Вперед назад. Без разницы. Играем FG5. И прорываемся в дамки с выигрышем. Поэтому в этой позиции белым кэша надо меняться. CB4. Как-то развивать свой сильный левый фланг. Ну далее. AB2, BC7. BC3, CB6. Все логично. И здесь белые играют GF4. Здесь я понял, что в B5 бесполезно играть. Белые могут и CD4, и CB4 сыграть. Непонятно как атаковать. Поэтому я снова решил изменить направление атаки. И неожиданно сыграл FF5. Выясняется, что позиция белых не так уж и хороша. На размен FG5 последует выпад CD4. С огромным преимуществом. И скорее всего у белых здесь ничьей уже нет. Ну, а G5 не хочется совсем играть. Там FG7 и GF6 будут грозить. Поэтому белые играют CB4. Практически единственный ход. И вот здесь соперник допустил решающую ошибку. Конечно, она была бить назад. А соперник побил вперед. После боя назад выигрыша у черных нет. Хотя преимущество сохраняется. Играем B5. Ну, здесь можно FG3, EF4 сыграть. Даже HG3 можно сыграть. Потому что, конечно, надо черным атаковать. Ходами EF6 и EF5. Центр сохраняется. Преимущество. А комбинация удар, то есть, не дает никаких преимуществ. Потому что белые возвращают лишнюю шашку. Ну, и затем следует неизбежный прорыв на ослабленном правой фланге черных. Здесь выигрыша у черных закономерного нет. Но соперник не рассчитал эти варианты. Хотя у него была минута 12 секунд. Он побил вперед. Даже не думая. Не думая, одну секунду думал. Тут я уже, конечно, играю B5. Я на коне, как говорится. То есть, видите, FG5 уже нельзя играть. Просто выбиваем шашку D2. И остаемся с лишней шашкой. То есть, закрываться не хочется. Черные сыграют EF6. И, скорее всего, вот эта связка для белых будет смертельная. Ну, и, наконец, ход FG5 тоже невозможен. Потому что мы просто бьем сюда. Ну, и как бы белые не били. То есть, здесь черные остаются с лишней шашкой. Кода FG5 нет. Остается играть только HG5. Единственный ход. Побили, побили. Меняемся EF6. И белая играет ED2. Здесь я загрустил. Почувствовал, что выигрыша нет. Хотя, на самом деле, он, друзья, здесь есть. Позиция кажется абсолютно ничейной. То есть, в принципе, если сыграть FG7. Да. Белая играет D3. И на нападение просто скидывают шашку. И нападают на шашку черных. То есть, прорыв неизбежен. Ну, и непонятно, как тут выигрывать. Это ничья. Здесь я нашел интересный тактический нюанс. Играю FG7. Ну, и в партии соперник быстро проиграл. Он сыграл D3. Я нападаю. И вот здесь эта жертва не проходит. То есть, на нападение CD4. Я же не обязан идти в дамки. Я сперва скидываю лишнюю шашку. И заставляю белых меняться назад. И вот теперь уже иду со всеми преимуществами в дамке. То есть, на ход CB4 уже поставил дамку. Соперник разменялся. Ну, и просто игра HG5. На единственный ход CB6 игра HG4. Ну, и легко побеждаю. Именно так и закончилась партия. Между тем, в этой позиции белые могли сыграть гораздо сильнее. И выигрыш был далеко не очевидный. Я бы его не нашел. В этой позиции белые могли сыграть BA5. Очень сильный защитный ресурс. Как играть черным? То есть, видите, играть FG5 бесполезно. Белые просто сыграют DC3. Грозят напасть. А если черные выигрывают шашку, то белые успевают благополучно пройти в дамки. В этой позиции, конечно, у черных выигрыша нет. Позиция ничейная. Первый момент. Если черные нападают FG5, ну, тогда вот этот вариант уже проигрывает. Да, мы его разобрали. Но белые могут разменяться FG5. Вот здесь в партии я смотрел этот вариант. Я планировал разменяться назад. Но здесь выигрыша нет. Просто DC3. И как бы черные не играли, белые скидывают шашку и идут в дамки. Здесь простая ничья. А между тем, в этой позиции у черных был красивый выигрыш. Можете поставить видео на паузу. Вот это уже, как говорится, загадка для гроссмейстеров. Головоломка. Гроссмейстерского уровня. Выигрыш очень сложный. Сразу же предупреждаю. Единственный ход на победу это ED4. В чем идея? Если белые меняются назад, ну, в принципе, логичный ход. Сюда пока не хочется уходить. Это будет явная ничья. Тогда черные играют ДЕ5. На ход CB2 играем ED4. И на ход BA3, DC3. Белым надо скидывать шашку и играть АБ6. А вот здесь все-таки у черных есть красивый выигрыш. CD2. Единственный ход на победу. Единственный, друзья. На ход BC7 уже играем АБ2. То есть, видите, дамку ставить нельзя. Она будет поймана. Поэтому приходится ставить дамку на Б8. Тогда ставим дамку на А1. И здесь все сводится к проводке шашки С1. То есть, BC7. Ставим дамку на Е1. Допустим, на H2. Ушли. Загоняем шашку на А3. На А6. И здесь возникает так называемая проводка шашки С1. В данном случае F8. Загоняем дамки на эти поля. И постепенно вытесняем белых с двойника. И проводим вот эту шашку в дамке. Затем строим боевую позицию. И побеждаем. Выигрыш, конечно, сложный. Но он есть. Так, следующая партия. CD4, D5, BC3. Здесь, конечно, лучше играть Е6. Сильнейший ход. А черные сыграли Б5. Этот ход ведет к большому преимуществу белых. АБ4, CD6. Единственный ход на ничью. Все остальное уже проигрывает. АБ2. АБ6 снова единственный ход. Ну и на Б3 надо меняться назад. Вот здесь русские шашки. Здесь две атаки. Можно разменяться. БЦ5. Да. И на ход FG5 мы меняемся в центр. Но в бразильские шашки этот вариант не работает. Я вынужден бить большинство. И здесь никакого преимущества у белых нет. Я, конечно, знал этот прикол. Поэтому не стал меняться таким образом. А играю ЕD4. Здесь преимущество сохраняется. Потому что у черных перегружен их левый фланг. Они меняются в центре. И я занимаю пункт С5. Ну далее FG5, BA5. И вот здесь черные ошиблись. Сыграли ЕF6. Этот ход, конечно, вообще не просится. Просился, допустим, в GF6. После ЕF6 у меня был красивый выигрыш. Я сыграл CB6. Ну, в принципе, преимущество у белых сохраняется. А можно было все уже решить ходом CD4. То есть, грозим выиграть шашку. Приходится меняться FE3. Видите, стандартный прием CB6 здесь не работает. То есть, мы бьем на А7. И после того, как черные отыгрывают шашку, играем АБ6. Грозим выиграть шашку. Надо отходить. А затем наносим удар по затылку. И черные перед дилеммой неприятной. Либо пропускать белых дамки, либо оставаться без шашки. Тут, конечно, выигрыш белых бесспорный. То есть, CB6 проигрывает. Грозит FG3, поэтому надо меняться FE3. Тогда играем ED2. Нападаем. Здесь есть три хода. Значит, сильнейший ход CD6. На FE5 просто бьем большинство. Тут и в русских, и в бразильских шашках работает вариант. И просто выигрываем шашку AB4. Так. Если игра от FG5, допустим, разменялись, разменялись. FG3. Ну и на ход CD6 просто бьем назад. Здесь также у белых лишняя шашка. Ну и, наконец, самое сильнейшее сопротивление за черных. Так. Прошу прощения. CD6. Здесь бразильские шашки я обязан бить две. Черные бьют назад. Ну, допустим, FG3. У белых лишняя шашка, но черные грозят ходом DC7 и CB6 ее рано или поздно отыграть. Тем не менее, у них это не получается. Рассмотрим такой прикольный вариант. GH4, GH6. Все форсировано. Играем BC3 и на нападение FG5 играем CB4. Черные играют HG5. Еще надеются на ничью. И да, здесь поставьте тоже видео на паузу. Попытайтесь найти выигрыш за белых. То есть, бесполезно играть FE3 или FG3. Это ничья будет. То есть, допустим, сюда, сюда, сюда. И черные просто разменяются и успевают пробежать в дамки. Это ничья. Здесь к победе ведет только жертва. У нас же лишняя шашка, друзья. Не жадничаем. Просто жертвуем шашку и успеваем прорваться в дамки. Здесь ничьей у черных нет. Буду показывать быстро. Просто идем в дамки. Затем нападаем. Надо жертвовать. Ну и успеваем черных зажать. Вот такой выигрыш. Был у белых. Сложнейший выигрыш. Для этого надо было рассчитать на 2-4 хода. Или просто почувствовать его. Конечно, ход CD4 просился. Ну и ход CB6, в принципе, не портит позицию. Напрашивающийся ход. Здесь я тоже победил. Далее в партии было FE7, BA7. GH4, CB4, FG5. Обе стороны играют своим сильным правым флангом. Позиция я называю косяковой асимметрией. То есть черные здесь не могут выиграть шашку. Потому что мы просто сыграем FG3. И сами останемся. Получается с лишней шашкой. Поэтому приходится черным здесь играть EF6. Тогда просто зажимаем полностью правый фланг черных. И здесь уже выигрыш. Далее в партии было FG5, AB4. GF6, BC5. HG7, DC3. Все форсировано. Аналогично. Черные пожертвовали шашку и сыграли EF4. Здесь можно было как угодно победить. Можно было CB2 сыграть. Но я сыграл CB4. И не увидел комбинации черных. В принципе играли с контролем 1 минута плюс 2 секунды. За каждый ход. Поэтому здесь можно ошибиться. Но к счастью здесь комбинация черных не ведет к ничьей. Черные проводят комбинацию. Еще надеются на ничью. Соперник здесь побил назад. Я пожертвовал шашку и прорвался по флангу. Ну и здесь легко победил. Черные не могут прорваться. Белые постепенно побеждают. Обратите внимание, что после комбинации тоже бесполезно было бить вперед. Здесь тоже выигрыш. Просто прорываемся на фланге черных. Ставим дамку. И нельзя играть HG3. Потому что мы бьем 2 шашки. Дамка не ловится. Этот нюанс черные не рассчитали. И в итоге проиграли. Так. Следующая партия. CB4, FG5, BC5. Мой любимый дебют. Гамбит Кукуева. Как я называю профессорский дебют. Наравне с городской партией. Жертвуем шашку. И нападаем сразу же на 2. Ну естественно. Такие ходы. Вот этот ход уже проигрывает. Этот ход ведет к преимуществу черных. Белым надо играть очень аккуратно. То есть правильно конечно отдавать таким образом. Ну и далее в партии. FE3, CB4. HG3, BA3. BC3, BA5. GF4, AB6. Белый играет GF2. И вот здесь я решил сыграть вариант Бахтиозина. Довольно-таки редкое продолжение за черных. Но тем не менее здесь есть прикольная ловушка. В которую угодили белые. CD4, FG5. Преимущество кажется у белых. То есть у них мощный центр. У белых, у черных шашки раскиданы по бортикам. Видите. Но тем не менее здесь проходит окружение. Допустим. FG3, BC5. Меняемся назад. И здесь белые нападают. Черные меняются. Ничья есть в принципе после хода FE5. Черные здесь победить не могут. А правильно, конечно, и в этой позиции играть DC3. С большим преимуществом. Ничья единственная. У черных есть только в таком варианте. Так. DE7, CD4. EFE5. И CD6. Вот здесь куда бы белые не побили. У них преимущество огромное. Черные там спасаются чуть ли не единственными ходами. В партии белые ошиблись. То есть я же все-таки играл с любителями. Я имею право рисковать. Они сыграли AB2. Вот этот очень плохой ход. То есть в чем идея? Здесь проходит окружение. CD6, BC3. Снова спасал ход DC3. DC3 спасал. После BC3 уже играем DE7. И на ход CD4 играем EF6. Далее в партии было EF2. Белые ощетинились ударными колоннами. И черные сыграли BA7. Вот здесь тоже еще есть ничья после хода DE5. После жертвы черные здесь победить не могут. Но это надо знать. А любитель в этой позиции продумал 20 секунд. И в итоге допустил решающую ошибку. Проигрывает DC3 и FG3. Все условится к одним и тем же вариантам. В партии было FG3. Я уже с удовольствием играю. То есть связка вот здесь. Да, она в пользу черных. То есть BA5, DC3. Меняюсь назад. И здесь выигрыш у черных. То есть на CD4 просто сыграем сюда. Ну и жертва ничего не дает. Просто идем в дамки. Ставим дамку. Ну и легко выигрываем. Таким образом допустим. Если CD2, как было в партии. Вот здесь важно. Нельзя играть CD6. Потому что здесь у белых есть жертва. И это только ничья. Здесь выигрыша нет. Я конечно же знал этот вариант. И сыграл CB6. То есть видите у меня минута 17. Я практически не думал над партией. Просто двигал. Как говорится. По памяти. Белым уже надо жертвовать шашку. Вот таким образом. Но здесь черные тоже побеждают. Напали. Отошли. Напали. Отошли. Бой. 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 Пошли в дамки. Ну и допустим. На такой ход. Нельзя ставить дамку на C1. То есть видите. Белые отдают шашку. И прорываются в дамки. За счет вот этих люпков. Такие ворота. Ну здесь просто ставим дамку на C1. Ну и белые проигрывают. То есть видите. Приходится отдавать шашку. Здесь все сводится к проводке C1. То есть так. 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 Это тоже выигрыш. Тоже выигрыш. Мы проводим шашку F8. В данном случае в дамке. И выигрываем. Но это выигрыш более сложный. Белые же в партии не стали жертвовать шашку. А просто сыграли CD4. Я тогда уже иду в дамки. Ну и на ход DC3 закрываюсь. Вернее ставлю дамку. Белые играют Fe5. Ну и здесь выигрывает изящный удар. Тоже можете поставить видео на паузу. И попытаться его найти. Играем GF4. Ну и в русские. Да. Соперник может побить сюда. Тогда сыграем Fe5. И побьем по большой дороге. С выигрышем. А в бразильские. Белые обязаны бить большинство. Затем отдаем еще одну шашку. Ну и симпатично побеждаем. Ну и наконец решающая партия. Благодаря которой мне удалось все-таки победить в турнире. Скажу. Спойлер. Да. Вот. Здесь вспомнилась конечно партия Андрея Иванова. Из его книги. Путь к вершине. CD4. B5. DC5. Дебют кол. Черная играет Fe5. Я играю BC3. Черная играет CB6. Ну не слишком сильный ход. Он ведет к большому преимуществу белых. То есть разменялись. Допустим BC7. Развили отсталую шашку H2. Ну. Друзья. Еще раз говорю. Играли любители. Что вы от них хотите. CB6. DE3. Еще раз поменялись. Ну и черным уже пора разменивать кол. Что они и делают. В принципе еще шансы на ничью есть. Я играю CD4. Черные меняются на А. Вперед. Так. BC3. EGF6. FE3. DE7. CB2. ED6. BA3. SG7. CD4. Нападаю. То есть сейчас уже 2 на 2 меняться бесполезно. Потому что белые успевают порваться на фланги черных. И здесь скорее всего победят. Поэтому черные меняются. FG5. Ну и позиция на самом деле ничейная. ED2. GF6. DC3. Dc3. Dc5. Здесь мой соперник предложил ничью. Я немного подумал. У него видите минута времени. У меня всего лишь 35 секунд. Все таки я задумывался над партией. А соперник нет. Но я решил поиграть еще. Тут нашел прикольную идею. CD4. CB6. Fe5. Важный ход. То есть ну так отдавать плохо наверное. Без шашки не хочется черным играть. Поэтому черные меняются назад. Тогда играем GF2. Меняться назад теперь плохо. Надо играть FG7. D5. B5. EF4. G6. Единственный ход. Но сюда играть нельзя. Потому что белые побеждают. Видите. Это выигрыш. Так. Тут по-моему напасть надо. Разок. Да. Да. И когда черные отходят. Просто связываем. Черных. И на такой ход просто выигрываем. Это известная позиция получилась. Впервые ее по-моему детально проанализировал гроссмейстер Зиновий Цирик. Я также ее детально проанализировал. Затем ее. Ну после Цирика ее анализировал тоже детально. Максим Федоров в гроссмейстер. А я затем собрал все варианты. Еще дополнил их компьютерными вариантами. И записал отдельное видео. Получилось по-моему около 30 минут. Но видео классное. Кто не знает вот как тут играть. Обязательно посмотрите. Подсказку оставлю в верхнем правом углу. Сложнейшая позиция. Одно из самых сложных окончаний в русских шашках. Здесь конечно правильно играть СД4 с ничьей. А соперник ошибся. Сыграл АБ4. Географии 7. БЦ3. ЕД8. СД2. ДЦ7. Вот здесь я вспомнил как раз вот книгу Андрея Иванова. Путь к вершине. В чем идея? То есть сюда дамку ставить нельзя. Выигрываем таким образом с помощью комбинации. Допустим сюда и сюда выиграли. Так. Сюда тоже нельзя ставить. Да. Просто сюда играем. И выиграли. То есть остается играть только допустим на СД4. Проводим небольшую комбинацию. Да. Разменялись и все. Шашки обрезали. Это выигрыш. Остается только жертвовать шашку. АСЖ3. Как и было в партии. Я бью на Ф4. Здесь уже соперник ставит дамку. Я играю ЦБ8. Здесь возможна идея гроссмейстера Цирика. То есть если черные играют на А5. Здесь поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти изящную комбинацию забилок. Здесь прикольный выигрыш. Сюда. И сюда. Вот. Это идея гроссмейстера Цирика. Шестикратного чемпиона СССР. Но черные здесь сыграли СД4. И вот здесь уже я выигрываю как в варианте, который указал Андрей Иванов. То есть играю на Ц3. Черным приходится жертвовать шашку, так как у них нет ходов. Ну и когда черные играют на Ц3, изящно жертвую шашку и играю ЕД4. То есть нельзя играть на Б4 или А5 из-за того, что дамка попадает в петлю. Поэтому приходится жертвовать шашку. Соперник пожертвовал. Ну здесь я уже треугольник Петрова как-нибудь поставлю. Как говорится, не пальцем деланный. Ну и в итоге в этой партии удалось победить. Эта партия, я считаю, была решающая в турнире. И после нее я еще сыграл две партии. Также победил. И в итоге занял первое место. Набрал 26 очков. Из 16 партий. То есть выиграл 11, одну проиграл и 4 в ничью. В принципе любители тоже один разок меня выиграли. Ну ничего страшного. Турнир, друзья, получился интересным. Мне понравилось. Но больше бразильцы меня в турнире не допускали. Сделали закрытый доступ в свои турниры. Поэтому приходится теперь думать о том, чтобы создавать свои турниры уже по русским шашкам. Ну ладно, подумаю. Может быть тоже сделаю турнир для любителей. Будем развлекаться. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте поставить большой палец вверх. Поддержать мое творчество. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной острове.